добрый день друзья в этом фильме я вам расскажу каким образом появляются образы планет которые мы с вами через глаза астрономов наблюдаем там в небе да действительно если взять какую-то супер камеру навести ее в известное место небосвода то мы можем наблюдать там и марс и луну и там еще какие-то другие планеты юпитер и тому подобное да действительно мы их видим и в этом нет никакой ну скажем так не совпадаемости с тем что я вам говорю что наши планеты находятся все исторически все под землей слоями подземными слоями просто нужно понимать ту конструкцию которую я вам даю виде вот такого тора изменяемого тора эта конструкция построена не в нашей реальности то есть это реальность не только расстояние как у нас то есть взяли форму тора и можем мерить ее линейкой нет эта конструкция находится в четырех измерениях первое измерение которое дает ей форму и развитие ну скажем так тороидное развитие это естественно пространство расстояние то есть то что мы можем измерить линейкой метрами и километрами а вторая часть этого же пространства это пространство времени который тоже имеет свою геометрию но мы ее измерить линейками и километрами не можем мы можем измерить это пространство времени только часами только путем времени вы же все видели что у нас настенные часы они крутятся вокруг определенного центра по определенной траектории вот эти часы и придают форму тороида этой самой четырехмерной конструкции земли и со временем со временем все предыдущие планеты как стадии одной земли осаждаются культурными слоями здесь на земле под землей формирует толще нашей земли кому сложно вот так представить я вам напомню такое главное явление главнейшее явление на нашей планете который называется меловые горы этих меловых гор кругом навалом навалом я вам их сейчас показываю чтобы вы понимали на этих кадрах вы видите именно горы из мела и этими горами являются почти все горы которые есть на нашей земле кроме нескольких складчатых гор которые при столкновении там появляются каким-то образом но отдельные фрагменты и кроме отдельных таких прыщей на теле земли которые появляются в результате действия вулканов все остальное скажем так континенты плиты континентальные все сложены только одним меловым вот этим составом поэтому когда вы проезжаете где-нибудь вы всегда видите первые карстовые пещеры это пещеры вымоенные в именно меловых слоях карстовые получаются такие дырины это с другой стороны белые горы это белый камень бутовые под землей это все одно и то же одно и то же и наша земля сложно вот из этих слоев что это за слои вы можете посмотреть это сами я вам могу напомнить это слои оставшихся от живых организмов костей все что не растворяется в виде мяса и различных тканей все что не поедается ложится костями в те самые слои которые мы с вами видим в виде этих белых гор и самое главное что мы на них живем мы живем на этих белых костяных пластах мы живем на этих кладбищах прежних веков вот как складывается наша планета она действительно растет вот этими культурными слоями но эти культурные слои появляются от наших с вами костяных скелетов только нужно понимать что это не какие-то там сто или тысяча баранов пробежала где-то и умерла и осталась своими костями не какой-то там миллион миллиард людей а это триллионы гектиллионы какие-нибудь тех живых организмов у которых хоть что-нибудь есть костяного в их организме вот они все это складывают из своих останков и получается то что мы называем землей и вот это наша земля вот так послойно росла и выросла до сегодняшнего состояния будет расти дальше и мы с вами живем на этих культурных слоях которые и являются послойно планеты наша земля имеет форму скорее в данный момент более плоскую чем более сферическую скажем так потому что доказательств величности земли нет кроме камера рыбий глаз которые нам накачивают наши мозги этим извращением с орбиты я тысячу раз вам говорил я не понимаю почему эти товарищи которые якобы там летают используют только рыбий глаз для съемок при том что у них есть нормальные камеры рядом в 20 30 сантиметрах от него же стоит эта камера нормальная с нормальных с нормальным объективом и нет он все равно берет рыбий глаз и потом нас нагружает всякой этой извращение извращенческой информации я не понимаю зачем это может быть специальная какая-то задача поставлена перед этими космонавтами либо никакие космонавты там нигде ничего не летают то что у них видно там под плексиглазом перемещается какая-то типа земля ее можно оформить и в виде телевизора и он может на телевизор танцевать и снимать экран телевизора а мы будем здесь смеяться как здорово видно с высоты посмотрите давайте вместе посмотрим это все сегодня легко сделать это все сегодня без проблем реализовать и вот что интересно вот в этой моей гипотезе о многомерности земли и том что все планеты солнечной системы находится в одном месте в самой земле самой земли естественно с вашей стороны возникал всегда вопрос о том а почему же мы видим планеты в космосе это первое второе почему мы их видим круглыми и вот тут интересная штука есть дело в том что мы видим образы планет в образы нашей земли которые получаются как фотоаппараты как съемки нашей планеты определенной какой-то камеры и вот этот снимок нашей планеты он отправляется туда в пространство удаление от нас и там мы его видим уже вот в какой-то такой ну форме я вам уже приводил такие съемки и здесь на земле когда на тот самый рыбий глаз снимается у нас здесь что-нибудь и если мы эти съемки демонстрируем там где-то на небе там или еще где-то то они всегда нам показывают закругление нашей планеты практически в одну единственную сферу поэтому всегда при таких съемках на рыбий глаз всегда формируется такое круглое впечатление о нашей планете и если послойно все это было сделано то мы с вами видим таких планет круглых именно пожалуйста сколько угодно вращение этого круга это делал 10 уже понимаете в камере когда будет вращаться все это в камере рыбий глаз то круг будет оставаться а будет впечатление что эта сфера вращается под этой самой камерой на самом деле вращается круг под камеры а сама камера превращает этот вращающийся круг в вращающуюся сферу и мы это с вами наблюдаем но самое интересное есть такой момент он называется инверсия это очень интересная штука кто силен в геометрии сам посмотрит или знает уже той самой инверсии я же вам просто напомню помните я вам где-то может быть год-два тому назад те кто постоянными моими зрителями является знают об этом я вам говорил что в своей книге пылающий мост я описал как во времена мартина лютера была произведена выворотка нашей земли с полярной системы координат в декартовую систему координат что такое полярная система координат это есть определенный круг где вращается вектор и вот как стрелочка в часах он осуществляет свое вращение что такое декартовая система координат это когда этот круг разрезали на четыре части каждую часть вот так как дольки апельсина вывернули и совместили опять жопками и эти жопки образовали такой крест который называется тем самым декартовым крестом то есть декартовой системы координат и вот это декартовая система координат она получается при геометрической инверсии круга если вы берете круг делайте с ним геометрическую инверсию и она выворачивает круг в состоянии четырех перпендикулярных линий если круг делать минимальным практически равным нулю выколотая точка то эти линии совпадают и становятся как бы две пары сдвоенных линий то есть тот самый первоначальный круг условно конечно христианский который и задает нам нынешнюю систему декартовых координат вот как состоялось это выворачивание земли и когда вот в этой проективной геометрии в этой проективной геометрической искаженности мы выворачиваем нашу плоскую круглую землю в какую-то другую систему мы можем получить только линию именно вот этих самых декартовых координат с другой стороны когда мы производим обратное с плоского круга инверсирование по времени и по расстоянию уже в другую сторону в обратную то тогда мы получаем круглые сферические объекты которые и улетают туда в виде фотографий съемок на тот самый космос то что мы с вами и видим поэтому я сейчас может быть так несколько комкана сказал потому что пока у меня у самого это не улеглось но я вам спешу это доложить и дело в том что скорее всего образы планет которые мы с вами видим на небе они являются именно проективными инверсными инверсионными следами наших стадий нашей земли отснятыми или зафиксированными тем самым куполом космосом который наблюдает за нами оттуда и формирует за нами с некоторой задержкой вот ту картинку которая и является наша с вами земля надеюсь я более-менее понятно